Добрый вечер, дамы и господа. Мигуэль Германдес Бронкут из Барселоны, из онкологического центра города Барселоны. К сожалению, я не могу присутствовать на этом заседании, но я очень благодарен Андрею Козлову и всей группе онкологов из Санкт-Петербурга за то, что мне предоставили возможность представить данный доклад. Я буду говорить о переключении плацентарного иммунного редактирования в рамках данной секции «Эволюция и рак». Мы будем говорить о плаценте, раке, альфа и омега. Наверное, вы были в Барселоне, наверное, вы посетили наш город. Вы помните, запомните собор, который называется храм святого семейства, это жемчужина нашего города. В изначальном архитектурном дизайне речь шла о альфе и омеге, как основные оси данной констрации. Альфа – это прежде всего ось, которая посвящена рождению и ось, которая посвящена архитектурной ось смерти. Впоследствии, когда архитектор Гауди погиб в результате несчастного случая, другой архитектор, Доминик Сарганес, продолжил его работу. Здесь представлен то, как представлена архитектурная схема, основная башня, которая, я надеюсь, в конце концов, после окончания работы будет завершена фигурой креста, различные шпили, различные башни, которые представляют или отражают основных 12 апостолов, 4 апостола-эвангелисты. Это символизирует 4 башни, а также шпиль святой Девы Марии. Это здание полно символических черт, архитектурных решений, скульптурных решений. Некоторые из них имеют отношение к Альфа и Омега – конец и начало, что также является портретом архитектора Сарганеса, который продолжил работу Гауди над фасадом данного собора. А где же мы можем найти Альфа и Омега в эволюции Существующая парадигма развития рака базируется на количестве накапливаемых мутаций в результате эволюции. Это аккумулирующие мутации, могут активировать онкогены или могут удалять гены-супрессоры. Они аккумулируются, эти мутации, в основном в эпителии в течение времени, и затем эти мутации могут привести к развитию рака в возрасте после 40, 50, 60 лет. Существуют также врождённые процессы и факторы окружающей среды – это алкоголь, табак, курение. Но пациенты сами по себе, мутации сами по себе, недостаточно для того, чтобы рак развился. Раковые клетки начинают локально местно инвазировать ткани, а затем могут развиться отдалённые метастазы, например, как здесь на рентгеновском снимке лёгких, множественные метастазы в лёгких. Здесь мы тогда говорим уже о невозможности иммунной системы функционировать должным образом, потому что наблюдения иммунной системы над самим процессом недостаточно для того, чтобы нам понимать, как происходит весь процесс канцерогенеза. Но я попытаюсь объяснить это в последующих слайдах. Существуют другие различные механизмы контроля над канцерогенезом у животных. Также необходимо сказать, что существует определённый парадокс Пита. Это профессор Пита, который описал парадокс у животных. Такие большие животные, как киты или слоны, не обязательно у них развивается рак более чаще, чем у других мелких животных. Существует определённая идея, как объяснить этот парадокс. Это лучший механизм восстановления мутаций в ДНК. Также, например, присутствие такого гена-супрессора канцерогенеза, как ТП53, который присутствует у слонов, или другие механизмы, например, включая теломеразный механизм. Когда же мы говорим о таких типах солидного рака, как это рак почки, рак мочевого пузыря, простаты, лёгких, все они недостаточно частотны у немлекопитающих, но встречаются у млекопитающих. А если мы будем говорить о рыбах и о рептилиях, там ситуация совершенно другая. А, например, у птиц часто встречаются различные вот такие типы рака, особенно у тех птиц, которые разводят на фермах. Например, птицы, яйценесущие виды породы. Мы начинаем лучше понимать, как работает иммунная система в случае канцерогенеза. Работа была сделана Джеймсом Алисом и Тасуко Хонгю. Как вы знаете, они в 2018 году получили Нобелевские премии за их открытие. СТЛ-4 и ПД-1, ПД-Л-1 системы. Они предположили, что эти иммунные контрольные точки могут быть хорошими мишенями для иммунной терапии, потому что они ингибируют данный процесс. И ингибиторы данных контрольных точек могут контролировать процесс канцерогенеза. И это изменило наш подход к клиническому лечению наших пациентов в течение последних лет. И сейчас у нас имеется достаточно большое количество, определенное количество моноклональных антител, например, пембролизумаб, Нива, Атеза, Дурвалилумаб, которые используются для лечения различных типов рака, как меланома, рак почки, рак шеи и головы, неминококлеточный рак легкого, рак печени, мочевого пузыря, некоторые раки кожи, колоректальный рак, рак желудка и другие солидные опухоли, в результате которых происходит невозможность восстановления всех потерь в ДНК. Но проблема все равно имеется в нашем понимании, как работает вся система. И некоторые проблемы методологии, прежде всего, это определение ПДЛ-1 с помощью иммуногистохимии, которая используется в данном случае совместно с гистологией тканей для определения антител и существованию определенных иммуногистохимических точек отрыва или КАТОВС, точек отсчета. А также это может быть связано с подготовкой тканей, окрашиванием ПДЛ-1. ПДЛ-1 может быть более экспрессировано в случае онкогенеза. Очень часто, но не всегда происходит увеличение данной экспрессии. Пациенты, у которых имеется оверэкспрессия ПД-1, могут хорошо лечиться с помощью ингибиторов ПДЛ-1. Экспрессия данного маркера иногда достаточно сложна для того, чтобы оценить результаты. Следующий момент – это ингибиторы контрольных точек. А какие же проблемы встречаются? Прежде всего, недостаток цитотоксических ТЦЛ, инфильтрации или, например, экспрессия определенных цитокинов или в присутствии других ингибиторов. Взаимодействие с микробиомой. Микробиомы и кишечник – это тоже вопрос, который бросает вызов ученым. Существуют различные бактерии, которые ассоциируются с лучшим результатом, когда пациенты получают лечение с помощью ингибиторов контрольных точек. Также интересные данные были получены касательно микробиомов кишечника или микробиота кишечника, например, в случае применения, в случае трансплантации. Интересный факт, интересные ингибиторы ПАРП. Сейчас в клинических исследованиях ПАРП-ингибиторы, они используются в комбинации с ингибиторами контрольных точек. Этот вопрос сейчас исследуется в рамках клинических исследований. Происходит профилирование молекулярно, молекулярному уровню стабильность или, например, склонность к генетическим гипермутациям. Вызов, который стоит перед нами, это прежде всего достигнуть лучшие результаты в отношении общей выживаемости. Мы видим очень часто, особенно в случае метастатического заболевания, вот эти кривые, которые получают терапию, они не достигают горизонтальной айси. И это вызов, который ставит перед нами увеличение общей выживаемости, увеличение переносимости данного терапевтического режима. 20 лет назад я опубликовал первое издание работы «Принципы молекулярной биологии». Мы опубликовали три редакции данной книги совместно с Полом Бёкманом, который является сейчас генеральным директором Института исследования рака в Лондоне. Доктор Алла Пади, она известна в отношении своей работы над генами брак. Професс Джакони, который иногда из Амсердама управляет работой Национального института рака в Модеста. А также Мариан Фуд, который является вице-президентом компании «Анген Биотек». Один из вопросов, который до сих пор не решен, это альфа и омега рака по сравнению с плацентом. Плацентов и отпадающие оболочки, они имеют похожие характеристики с раковыми тканями, высокий уровень клеточной пролиферации, тканевая инвазия, ангиогенез, иммуносупрессивный механизм микроокружения, высокая плодность фактора роста, цитокинов, присутствие мобильных элементов, о которых мы будем говорить дальше. Также это эпителиальный мезонхимальный переход, тромфобласта, а также клеточное слияние сенсития тромфобластных клеток. И основная разница между раковой тканью и плацентой состоит в том, что в случае канцерогенеза происходит аккумулирование мутаций, это патологический процесс, а в случае плаценты мы не видим этого процесса, это не патологический, это физиологический процесс, аккумуляция мутаций не происходит. Но существуют параллелизмы между опухолью и ростом плода. Очень интересно задать вопрос в отношении феномена переносимости непосредственно плода матерью, потому что плод рассматривается как чужеродное тело, как чужеродный тюген для матери, для иммунной системы матери. Но иммунная система матери не распознает этот плод как чужеродный организм. Но после того, как ребенок рождается, любой какой-то образец ткани от плода, если он имплантирован в матку, он сразу же, плацента отсутствует, отпадающая оболочка отсутствует, и данный биоптат сразу же отторгается. Такой же процесс, такая же ситуация происходит во время карциногенеза у человека, потому что с возрастом, несмотря на накопление соматических мутаций, иммунная система, как создается впечатление, ей необходимо работать с другим образом, запуская процесс иммунно-редактирования, особенно в случае отдаленных метастазов. Ключевой клеточный тип в плаценте – это трофобласт. Трофобласт, как известно, это первый эпителий человека, который появляется с момента зачатия, существует основная функция трофобластов – это обеспечить иммунную переносимость матерью, это иммуно-регулирующий орган, так называемая архитектурная основа плацента. В эксперименте в рамках данной гипотезы плацентного редактирования пациентка, у которой развился рак груди в третьем триместре беременности, это был модулярный карцинома в груди, мы видим здесь на гистологическом образце, также у нее были метастазы в лимфоузлы, здесь показаны нормальные лимфоузлы, инфильтрированные лимфоузлы с раковными клетками, это подмышечные впадины, взятые из подмышечной области лимфоузлы. Когда было проведено кесаревое сечение, она родила двойняшек, близнецов, нам необходимо было тогда, к сожалению, привести экстерпацию матки, но близнецы живы 16 лет им после постановки диагноза, вот здесь мы видим воскулярную зону, иммуновоспалительные клетки и трофобласты, окрашенные и экспрессирующие ПДЛ-1, четко показывают экспрессию ингибиторов контрольных точек на вот этих трофобластах ПДЛ-1. Мы решили, что мы решили тогда сделать? Мы решили сохранить эти шесть различных образцов ткани, нормальная молочная железа, злокачественные омфоузлы, пораженные лимфоузлы, непораженные лимфоузлы, а также отпадающая оболочка, матка и плацента для того, чтобы изучать дальше эти образцы, используя геномные и эпигеномные исследования. Геномные исследования были проведены в отношении 75 иммунных генов, используя наностринг-технологию. И в этом генетическом исследовании шести различных тканей мы смогли продемонстрировать и опубликовать, что существует определенное количество генов, которые являются иммуно-регуляторными генами, они также овоэкспрессируются раковыми клетками и плацентой, и отпадающей децидуальной оболочкой. Но вот эти иммуно-регуляторные гены, которые представлены здесь, они плохо экспрессируются. Возможно, существует эпигенетический механизм, который позволяет раковым клеткам захватывать эти иммуно-регуляторные гены или внедряться в эти иммуно-регуляторные гены в процессе, в том процессе, когда иммунная система направлена на обеспечение стабильности и неотторжения мазь-плод ситуации. Также были обнаружены сепиджи-островки, это сигнатура метилирования в отношении плаценты, децидуальной оболочки в ткани нормальной груди и в нормальных имфоузлах. Все эти ткани были проанализированы, слева представлены нормальные ткани груди, нормальные лимфоузлы, и они отличаются от метастатических лимфоузлов и карцинома груди. Это типично для эпигенетических исследований. Это поддерживает наше понимание, что эпигенетическая регуляция иммуноконтрольных генов идентична в случае плаценты и канцерогенеза. Это открывает новое окно для возможностей исследования. И это включает интересный момент, интересную возможность, которая относится к эволюции. Например, пробуждение основ эволюции рака содержится в 50% в нашем геноме. 10% содержит врожденные ретровирусы, которые аккумулируются во время эволюции в организме. Некоторые из этих мобильных элементов, на самом деле большинство из них в самом начале, они не метилированные, они представлены белым. А затем, когда они метилируются и репрессируются во время соматического развития плода. Неметилируемые мобильные элементы позволяют ДНК и структурам хроматина связываться с регионами, которые являются энхансерами, промоутерами и РНК, которые регулируют транскрипцию генов при развитии плода и в случае развития раковой опухоли. Если, например, переходные мобильные элементы не метилированы, то они переключаются на МРНК и на эволюционные гены. В соматических клетках эти мобильные элементы могут быть метилированы, могут привести к возникновению немых онкогенов, а в случае рака они позволяют с транскрипционным фактором связываться с мобильными элементами и приводят к развитию онкогенов. Также они могут активировать, также экспрессия вот этих мобильных элементов может быть активирована. Это важно. Почему? Потому что, как я уже сказала в самом начале, эпителиальный агрессивный рак, ели карцинома, в основном аденокарцинома. Они часто встречаются у млекопитающих с плацентой. По крайней мере, этот процесс 150 миллионов лет, как развивается в эволюции. Например, у некоторых животных, у них нет плацента, а имеются млечные протоки, например, у амфибии. Несколько, например, утконосы в Австралии, ехидны. У них имеются млечные протоки с эпителием, молочным эпителием, грудным эпителием, и посредством этого происходит кормление новорожденных. И это может привести к развитию рака груди у этих неплацентарных млекопитающих. А также, что касается сумчатых, например, кенгуру, у них может быть рак груди, но только в случае, если у них уже имелся, возник процесс ранней примитивной плацентации. Очень интересная корреляция, которая называется конвергируемая эволюция или параллельная эволюция между различными степенями инвазии плаценты и различными типами и частотой развития рака, риска развития рака, например, в случае врожденных ретровирусов человека, которые оказывают влияние на процесс инвазивной плацентации. А также интересно, в случае эпителиального рака, например, в случае динозавров, когда были обнаружены костные остатки, были обнаружены псевдоопухоли в этих костях, но существовали дебаты, являются ли эти костные изменения все-таки зажившими переломами или это метастатические поражения костей в случае наличия карциномы у динозавров. Вопрос заключается в следующем. 150 миллионов лет назад инвазивная плацентация возникла, и природа решила, что нужно изобрести что-то лучше, чем просто яйцо. Потому что, например, у человека период гестации – это 12 месяцев, у слонов – это 2 года гестационный период, и для того, чтобы в это время поддерживать развитие, то в случае яйца это невозможно. Если вы представьте себе просто куриное яйцо, вы понимаете, что оплодотворенная клетка находится вот сейчас на самой верхушке яйца, занимая очень небольшое количество часть яйца. 99% всей субстанции яйца предназначены для того, чтобы осуществлять питание этой зародышевой клетки. В случае инвазивная плацентация обеспечивает рост и развитие ребенка с помощью инвазии матки. Это революция, это было понимание революции, революционное понимание структуры инвазивной плацентации. А экономист, один экономист, Джозеф Шумпитер, рассматривал также процесс творческого разрушения, когда старые системы разрушаются для того, чтобы новые системы создавались. Это очень высокогетерогенная эволюция плаценты о млекопитающих. Различные авторы, например, как Лавьял или Корнелис или Уилдман, опубликовали интересные работы, посвященные инвазивные плаценты, корреляции инвазивные плаценты и мобильных элементов, а также различных последовательностей. Ключевой момент в самом начале плацентации, когда возможно вторичная ретровирусная инфекция, трофобласты начинают выполнять инвазивную функцию и обманывают иммунную систему матери, врастая в матку и в отпадающую децидуальную оболочку. Эта гипотеза также основывается на очень важных регуляторных молекулах, которые играют важную роль в случае гипоксии индуцированных факторов. Питер Аклиф описал это, это мой первый клинический босс, и он получил Нобелевский приз, Нобелевскую премию за описание системы HRF, это и биохимическую систему в случае кислородного гелодания в зависимости от функции кислорода, и кислород может приводить, доставка кислорода может приводить к гипероксигенации или гипооксигенации. Все это может приводить к запуску генной транскрипции. Транскрипционные факторы, как я уже сказала раньше, являются ключевыми для гипотезы переключения плацентарного редактирования, иммунного редактирования плаценты, что происходит, изменяются эпигенетические экспрессии и меняются все эти иммунные игроки. Существуют различные факторы, которые оказывают влияние на этот процесс. Наиболее интересные называются ядерно-активированный фактор N-FAS, N-FAT. Существует пять различных N-FAT факторов, ядерных факторов не могут быть представлены в активной или неактивной форме, но в результате случаев эсфолилирования и дефосфолилирования в зависимости от уровня кальция и гормонов происходят активации иммунных клеток, взаимодействия с транскрипционными факторами, например, системы GM-CSF, а также происходит выброс интералекина-2. И онкогены коррелируют с экспрессии важными иммунно-регуляторными молекулами, как уже было сказано, GM-CSF и интералекина-2. Очень интересные исследования сейчас происходят в отношении карт Т-клеток. До сих пор непонятно, почему данный подход хорошо работает в случае лейкемии, но недостаточно хорошо работает в случае солидных опухолей. Может быть, существуют определенные транскрипционные факторы в случае солидных опухолей, которые делают опухоль более резистентной к данному подходу. Последний, один из последних моментов, и профессор Андрей Козлов занимается этой темой, проводя исследования в онкологии и в ВИЧ. Исследование длится уже в течение 40 лет. Это группа из Санкт-Петербурга под руководством Андрея Козлова. Они исследуют экспресс Т-СИНС. Это опухоль, специфично экспрессируемые эволюционные новые гены. И мой вопрос заключается ему, Андрею Козлову и аудитории. Заключается вопрос в следующем. Они изучали ли они возможные взаимоотношения Т-СИНС с опухоль, специфично экспрессированными генами в случае наличия врожденных ретровирусов? Данные гены исследовались в случае стволовых клеток, было обнаружено, но в стволовых клетках они не экспрессируются. Мой вопрос заключается, вот этот Т-СИН ген, если они не экспрессируются в случае на ранних этапах развития, или в эмбрионных стволовых клетках, или в плюлипотентных стволовых клетках, видели ли они эти новые гены на стадиях ранее в развитии аплаценты, дезидуальные оболочки или в тканях желточного мешка. Еще интересно также, я хочу задать вопрос, вот этот опухоль, специфически экспрессировали некодирующие ронкогены. Они описываются как новый класс эволюционных генов. Что мы знаем об их функциях? Я надеюсь, что вот эти ссылки, которые представлены, помогут группе ученых продолжить исследование. Может быть, вы читали уже эти работы. Я считаю, что знание об иммунной регуляции и плод-мать, ассоциированная иммунная супрессия, ассоциированная иммунная супрессия и так далее. Продолжение следует...